Привет! В этом уроке мы с вами ознакомимся с токенами, узнаем что это такое и поговорим про ERC-20 стандарт. А перед началом я хочу порекомендовать вам сайт itproger.com. На сайте вы найдете код, домашние задания и много другой полезной информации. Ссылка на этот урок на сайте будет в описании к этому видео. Для начала давайте поймем что такое эфириум. Эфириум это криптовалюта, что создана на основе технологии блокчейн. В языке солидити эфириум применяется в качестве блокчейн сети, на базе которой прописываются контракты. Каждая строка кода, каждая команда и просто хранение данных в солидити имеет свою определенную стоимость в эфире. Когда вы публикуете контракт в сеть, то платите суммарную стоимость ребятам, которые потратили свои вычислительные мощности на то, чтобы ваш контракт был в сети. Получается очень интересная схема, где во главе всего стоит валюта эфириум, что обеспечивает оплату всех контрактов и оплату всей работы. Это кстати объясняет, почему валюта эфириум вторая по популярности среди криптовалют. ERC20 это стандарт токенов, который позволяет создавать совместные с другими смарт-контрактами и сервисами токены на блокчейне эфириум. Этот стандарт включает базовые функции для управления токенами, такие как передача токенов, проверка баланса и разрешение на передачу токенов от имени другого пользователя. Благодаря этому стандартизованному подходу токены ERC20 могут легко взаимодействовать с различными децентрализованными приложениями, биржами и кошельками. Тут также стоит отметить, что если ваша цель создать свою собственную монету с уникальными характеристиками, вы можете использовать кастомный контракт, как тот, который мы написали в прошлом уроке. В то же время, если ваша монета не будет обладать уникальными характеристиками и главная задача это создать просто новую монету со всеми стандартными функциями, то проще воспользоваться готовым токеном, на базе которого вы можете создать свою монету. Готовый токен не означает, что ваша монета будет скучной или же какой-то копией чего-либо. Вовсе нет. Многие монеты созданы на базе других монет, но при этом они как-то улучшают или дополняют основную монету, тем самым их ценность увеличивается. Я предлагаю переписать наш прошлый контракт, теперь мы будем работать с контрактом, чтобы он соответствовал стандарту ERC-20, и потом подготовим все необходимое для полноценного выпуска монеты, чтобы другие пользователи могли ее покупать. Сперва установим библиотеку OpenZeppelin, которая предоставляет безопасные и проверенные реализации стандартов смарт-контракта, включая ERC-20, поэтому через терминал просто ее устанавливаем. Теперь давайте создадим новый файл proger.sol и контракт с названием proger. Внутри описываем схожий код с прошлым нашим контрактом, но теперь он будет существенно меньше из-за использования готового стандарта. Описываем импорт библиотек OpenZeppelin, создаем контракт и указываем принадлежность к сети ERC-20. В контракте будет только конструктор, что указывает название монеты, ее символ и начальное количество токенов, что высчитывается автоматически. Конструктор выполняется один раз при развертывании контракта. Он вызывает конструктор родительского контракта ERC-20 с именем и символом нашего токена ITproger и ITG. Затем он создает начальное количество токенов и присваивает их создателю контракта, используя внутреннюю функцию Mint. Все дополнительные стандартные функции, такие как вывод денег, перевод на другой кошелек и прочее, все это уже будет реализованы, так как мы получим этот функционал из сети ERC-20. Теперь после создания контракта мы давайте обновим файл деплоя, чтобы использовать новый контракт. Создайте новый файл ignitionproger.log.js и измените его. В файле будет все то же самое, что было у нас ранее, вот только указываем, что работаем с новым смарт-контрактом, а именно с Proger. В конце выполняем компиляцию при помощи команды npx-hardhead-compile. А далее выполним проверку того, что у нас уже есть. Для этого в терминале сперва прописываем запуск npx-hardhead-note. Это выдает нам аккаунты и ключи, они здесь не меняются. Теперь открываем новый терминал и обращаемся к hardhead и запускаем тестовый деплой нашего ignition файла. Я прописываю путь к файлу proger.log.js и указываю, что запускаю сеть в локальной среде. После этого запускаем эту тестовую сеть на выполнение прямиком в консоли. Прописываем соответствующую команду для этого npx-hardhead-console-network-localhost. И теперь в терминале можем протестировать базовые действия. Указываем получение контракта при помощи функции ethers-get-contract-factory. Укажите какой именно контракт мы получаем, в моем случае proger. Далее прописываем строку с подключением токена. Сюда нужно вставить ключ контракта, что можно найти чуть выше. Он был выдан после выполнения команды ignition-deploy. Теперь, когда мы подключились, можем работать с контрактом. Давайте проверим баланс. Прописываем обращение к ethers и функции get-signers. Дожидаемся получения баланса владельца и выводим этот баланс на экран. И мы видим, что все корректно выводится на экран. А теперь давайте также выполним перевод монет. Описываем ту же функцию ethers-get-signers, но теперь получаем два значения, что записываем в массив. Обращаемся к токену и функции transfer. Указываем адрес человека, пока нам этот адрес не особо важен. И указываем сумму перевода, к примеру 500 монет. После этого проверяем адрес человека, куда мы переводили. Для этого используем функцию balance-off с указанием в качестве адреса received address. И далее выводим баланс на экран, как мы это делали с вами ранее. Таким образом, у нас уже есть своя монета. Эта монета полностью функционирует и может позволять перевести деньги, проверить баланс и сделать другие базовые операции. Сейчас наша монета находится исключительно на нашем ПК, или другими словами, в тестовой сети. Позже я покажу вам, как можно выгрузить такую монету и сделать ее общедоступной. А пока на этом наш урок подходит к концу. Надеюсь, урок вам понравился. И если так, то не забывайте подписываться на канал, а также вступать в мои соцсети. Все ссылки на них будут в описании к этому видео. У меня же на этом все. До скорых встреч. Пока.